Гражданин Небес Игорь Иванович, заведующий отделением онкологического диспансера, был в прекрасном настроении. Сегодня ему стукнуло 56, но выглядел он по крайней мере на 45. Об этом ему сегодня с утра говорили улыбающиеся сотрудники, заходившие один за другим в его кабинет для поздравлений. Телефон на столе и мобилка в кармане пиджака почти непрерывно звонили. Многочисленные друзья и знакомые спешили поздравить его с радостным событием. Игорь Иванович сидел в удобном кресле, с удовольствием наблюдая за тем, как дежурная медсестра едва успевает расставлять в кабинете букеты цветов. Сияющим от удовольствия лицом он прикладывал ухо только одной, то к другой телефонной трубке, наслаждаясь лестными отзывами в свой адрес и принимая приятные пожелания по поводу дня рождения. Предвкушая вечернее торжество в престижном ресторане, где был заказан праздничный ужин, Игорь Иванович блаженно прикрыл глаза. Там будет и та, которая несколько месяцев назад завладела его сердцем. Хоть бы жена ничего не заметила. Игорь Иванович самодовольно усмехнулся. В течение почти 30-летней совместной жизни с супругой ему удавалось тщательно скрывать все свои посторонние приключения. Знакомые считали их образцовой семьей, хотя они уже давно охладели друг к другу и просто держали марку перед всеми. Игорь Иванович даже не подозревал о том, что и жена изменяет ему в течение многих лет их совместной жизни. Но даже если бы он узнал об этом этот факт, скорее удивил бы его, чем огорчил. Их любовь друг к другу полностью иссякла. А дети, которые раньше их связывали, давно завели свои семьи и разъехались кто куда, почти забыв о родителях. Вот даже в день рождения отца никто из них пока не позвонил. А ведь сейчас уже два часа дня. Но вспомнив о предстоящем вечере и о той, от присутствия которой у него начинало колотиться сердце, Игорь Иванович опять повеселел. Нужно еще посетить химию и домой, домой, готовиться к торжественному вечеру, подумал он, благодаря по телефону очередного поздравителя. Химией в больнице называли отделение безнадежно больных раком. В отдельном от главного корпуса небольшом одноэтажном здании было несколько палат, где тяжело больных облучали для того, чтобы хоть немного приостановить мучительную болезнь. Помогаем им умереть, печально характеризовали это лечение врачи химии. Игорь Иванович озабоченно вздохнул. Надо бы не забыть после празднования дня рождения позвонить местным властям и напомнить, что химия уже не вмещает всех больных. В переполненных палатах лежали по 15-20 человек. Вновь прибывших устраивали на койках в коридорах. Некоторые так и умирали, не дождавшись перехода в палату. Из-за тяжелых и вредных условий малооплачиваемой работы обеспечить отделение необходимым обслуживающим персоналом было невозможно. Закрыв кабинет, Игорь Иванович нехотя отправился к зданию химии. Сейчас начнется. Жалобы больных, плач, умоляющие просьбы родственников о дополнительном лечении, об операциях и так далее и тому подобное. Как тяжело каждый раз объяснять им всем, что ничего уже не поможет. Ничего. Игорь Иванович работал онкологом уже более 30 лет. Профессионализм и привычка почти подавили в нем жалость к больным и простое человеческое сочувствие. Всякий раз, когда дежурный врач приносил ему сведения об умершем, он лишь недовольно пожимал плечами, подписывая бумаги. О том, что и ему предстоит когда-то умереть, он старался не думать. А если такие мысли все же приходили, он бодро говорил себе сам, что совсем не стар, здоров и вообще. Все это еще не для него. Твердо веря в то, что в здоровом теле здоровый дух, Игорь Иванович старательно заботился о себе. Бассейн, сауна, рациональное питание, ежедневные оздоровительные утренние пробежки по набережной. Все это помогало ему сохранить форму. Дежурный врач химии, почтительно поздравив Игоря Ивановича с днем рождения, протянула ему листок бумаги с данными по смертности. Заведующий отделением недовольно поморщился. Глядя в листок, сегодня химия особенно отличилась. Пять смертей за ночь и двое больных в критическом состоянии. Игорь Иванович сложил листок, спрятал его в карман халата и направился к больным. Дежурный врач и медсестра шли за ним на небольшом расстоянии. Так и есть. Сразу же начались жалобы и слезы. Одна больная в состоянии близком к истерике кричала, заламывая свои руки, а затем, крепко ухватившись за его халат, стала требовать немедленной повторной операции. После того, как медсестра, быстро сделав ей успокоительный укол, медики вышли из палаты. Игорь Иванович заколебался. Может быть, сегодня ограничится одной палатой? Так не хочется портить нервы в собственный день рождения. Но затем он решил всё-таки продолжить обход. Вдруг больные пожалуются главному. Выйдя из последней палаты, Игорь Иванович поспешно направился к выходу. «Доктор, можно вас ненадолго?» Услышал он позади себя мужской голос. Недовольно обернувшись, Игорь Иванович увидел одетого в больничный халат мужчину лет сорока. «Начинается!» С раздражением подумал заведующий отделением. «Сейчас начнет терзать меня». «Слушаю вас», — строго ответил он. «Приветливо улыбнувшись, мужчина сказал, «Простите, что задержал вас. Я только хотел узнать, сколько мне осталось жить». Игорь Иванович удивлённо ответил, «Такую информацию мы вам дать не имеем права». Мужчина спокойно сказал, «Я верующий, смерти не боюсь. Готов перейти в вечность к Господу, но мне нужно знать, сколько мне осталось. Не бойтесь сказать мне это». Игорь Иванович внимательно посмотрел на больного. Приятное лицо, доброжелательный взгляд. «Как можно быть спокойным с таким диагнозом?» «Нет, я не могу сказать вам этого. У нас есть определённые правила. Да и зачем вам знать?» «Почему-то нервничая», — спросил Игорь Иванович. «Понимаете», — начал мужчина, «я уже около 15 лет живу с Господом, служу Ему. Хотелось бы закончить кое-какие дела в церкви, но для того, чтобы правильно распределить оставшееся время, я хочу знать, сколько мне ещё быть на земле». Игорь Иванович верил в существование Бога и считал это вполне достаточным для того, чтобы Бог был доволен им. Библию он не читал, в церковь никогда не ходил. Считая это уделом тех, кто много нагрешил. Свою жизнь Игорь Иванович до сих пор считал безупречной, потому что таково о нём, как он думал, было мнение окружающих. Кроме того, те верующие, которых он знал, жили отнюдь не святой жизнью. Поэтому он сделал для себя такой вывод. Нужно стараться быть порядочным человеком, а всё остальное не так уж важно. В глубине души он надеялся на то, что Бог одобряет его образ мыслей. Но вот сейчас перед ним стоял человек, который знал Бога и жил с ним, который совершенно не боялся смерти и радовался своему переходу в вечность. И даже перед смертью он думал только о Боге и переживал за церковные дела. От мужчины исходило какое-то внутреннее сияние. Собственная жизнь вдруг показалась Игорю Ивановичу какой-то серой, унылой и ненужной. «Зачем я живу?» — с холодком внутри мысленно спросил себя он. «Что ждёт меня в вечности?» «А что у вас за дела такие?» — неделикатно поинтересовался заведующий отделением. Не удивившись его вопросу, больной ответил. «Хочу побеседовать с молодёжью церкви, с которой занимаюсь много лет. Неплохо было бы съездить к родственникам. Они недалеко живут. Ещё раз напомнить им о Господе. Да и записи кое-какие надо привести в порядок. Размышления над Словом Божьим. Хочется всё успеть, если Господь позволит». Игорь Иванович в недоумении смотрел на него. «А другие дела? Распоряжение о доме, имуществе?» Мужчина светло улыбнулся. «Моё сокровище и в небесах, и в сердце моём — это Христос. Остальное не так уж важно». «Неужели вы действительно не боитесь смерти?» — тихо спросил Игорь Иванович. «Её для меня нет. Я просто ухожу к моему Господу, и эту встречу с ним я ожидаю с великой радостью». В этот момент входные двери, возле которых они стояли, распахнулись, и в помещение вошла большая группа молодёжи. «Брат Саша, мир вам! Мы к вам!» — обратился к мужчине высокий, стройный юноша, вежливо поздоровавшись с Игорем Ивановичем. «С миром принимаю вас, друзья!» — радостно отозвался больной и попросил молодёжь. «Вы подождите меня немного там, в больничном скверике. Я скоро освобожусь и приду к вам». Юноши и девушки послушно вышли из здания химии, а Игорь Иванович спросил. «Ваша из церкви?» «Да», — счастливо улыбаясь, — ответил мужчина. И многие из них уже заключили завет с Господом. Игорь Иванович значения последних слов не понял, но переспрашивать не стал. Внезапно заведующий отделением почувствовал себя очень плохо. Нет, не физически. Его крепкое тело пока не подводило его, а на тренированное сердце билось ровно. Но где-то глубоко внутри себя Игорь Иванович вдруг ощутил зияющую пустоту. Казалось, что рядом с ним разверзлась бездна, готовая поглотить его. «Как ваша фамилия?» — вяло спросил он. И, получив ответ, попросил больного немного подождать его. После этого Игорь Иванович пошел в кабинет дежурного врача, которая, увидев его, удивилась. «Вы еще не ушли?» «Как видите», — сухо отрезал заведующий и, назвав фамилию мужчины, спросил, «В каком состоянии этот больной?» Дежурная врач тяжело вздохнула. «В самом критическом. Он один из двух, о которых я сказала вам, что они на очереди. Три дня он еще будет видеть белый свет, не больше. Странный человек. Ни на что не жалуется. Всем тут о Христе рассказывает. Песни о Боге поет, очень хорошие. И мне книжку подарил. «Приди домой» называется. А когда читать-то, работы полно и здесь, и дома. «Времени у вас нет», — вдруг со злостью закричал Игорь Иванович. «А на пустословие время есть? На сплетни хватает? А на Бога времени нет!» Дежурная врач с испугом смотрела на него. «Ладно», — переменил он тон. «Работайте». И это, простите меня за крик, нервы. «Ну что вы, что вы», — засмущалась дежурная врач и торопливо добавила. «А вообще этот человек мне нравится. В такой болезни, а внимательней ко всем. Одно не понимаю. В медицинской карточке написано, что он рабочий, а посетительник к нему, как к президенту». «Ну хорошо», — прервал ее Игорь Иванович. «Мне нужно идти». Он помедлил, как будто с трудом произнося слова, попросил. «Вы мне потом сразу сообщите, когда он...» «В общем, позвоните мне немедленно. Вы или другой дежурный врач. Передайте всем, понятно?» «Да-да», — согласилась дежурная. «Сообщи». Больной сидел у двери и читал какую-то толстую книгу. «Библия, наверное», — догадался Игорь Иванович. «Извините, что задержался», — сказал он. «Никому не говорил, но вам скажу. Вам осталось для ваших дел три дня жизни». Мужчина закрыл книгу и встал. «Благодарю Господа и вас», — с удовлетворением сказал он. «За что же благодарите? Разве вы не поняли, вам только три дня жить осталось?» «Да нет, я вас понял», — улыбнулся мужчина. «Я молился, чтобы Бог через вас открыл мне это. И вот теперь я знаю, что у меня есть целых три дня. Понимаете? Дело в том, что я до болезни каждый день жил, как, возможно, последний день в своей жизни. Потому что мы не знаем, когда Господь отзовёт нас или придёт за своими. То есть раньше я имел в запасе всегда только один единственный день. Сейчас же Бог дал мне целых три, чтобы я успел закончить нужную для Него работу. Поэтому я и поблагодарил Его, а также и вас за то, что не отказались помочь». «Вы странный человек», — пробормотал Игорь Иванович. «Для мира все верующие странные, а точнее странники-пришельцы», — добродушно сказал мужчина. «И откуда же вы пришли?» — заведующий хотел это спросить с насмешкой, но неожиданно для себя произнёс это каким-то жалобным голосом. В ответ мужчина открыл Библию и прочитал. «И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью воспасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Закрыв Библию, он сказал, «Каждый истинный христианин, живущий на земле, на самом деле — гражданин небес. Выполнив своё назначение здесь, он возвращается домой в небо». В эту минуту раздался сигнал мобильного телефона. «Игорь, дорогой, разреши поздравить тебя?» Звонил очередной поздравитель. Отвечая ему, Игорь Иванович вдруг спохватился, что уже в течение примерно полутора часов, пока он находился тут в отделении химии, его мобилка молчала, как будто кто-то отключил её. Он понял, «Наверное, это сделал Бог, чтобы я мог, не отвлекаясь, поговорить с этим человеком». Телефон зазвонил опять. Игорь Иванович достал носовой платок и, вытерев холодный пот салба, сказал, «Мне нужно идти. Я очень рад был познакомиться с вами». Ему так хотелось сказать что-то доброе этому человеку, который почему-то стал очень дорог для него, но замолчал, не находя нужных слов. «Я хочу сделать вам подарок от имени Господа», обратился к нему мужчина. «Возьмите мою Библию. Она, конечно, далеко не новая, да ещё с пометками, но очень дорога мне. Я хочу подарить её именно вам. Желаю вам всем сердцем полюбить драгоценное Божье Слово». Игорь Иванович бережно взял Библию из протянутых к нему рук мужчины и тут опять зазвонила мобилка. Не отвечая, он выключил телефон и обратился к верующему. «Спасибо». Ему захотелось назвать мужчину по имени. Он вспомнил, как к нему обратился юноша из церкви и он повторил «Спасибо, брат Саша». Мужчина улыбнулся и, пожимая ему на прощание, руку приветливо сказал «Я надеюсь, что мы действительно станем братьями во Христе». Вернувшись в свой кабинет, Игорь Иванович включил мобильный телефон и окунулся в суету праздничного дня. Долгожданное вечернее торжество в ресторанном зале прошло как-то вяло и натянуто, хотя было много гостей, богатый стол и лучшие музыканты города старались изо всех сил. Была и та, которую он ещё утром ожидал увидеть, но сейчас всё это почему-то померкло, потеряло былую привлекательность. Все шутки и тосты казались плоскими, гости лицемерными, музыка примитивной. Почти в течение всего вечера Игорь Иванович как бы видел перед собой спокойное, улыбающееся лицо брата Саши, излучающее неземное сияние. По крайней мере, последние 15 лет он знал, для кого и зачем живёт, а зачем живу я, горько размышлял виновник торжества. Он равнодушно смотрел на гостей и даже не поднялся, когда та женщина, которая ещё недавно владела всеми его мыслями, встала из-за стола и, бросив на него сердитый взгляд, ушла с торжества. «Какая тоска!» — подумал Игорь Иванович, поглядывая на красные, разгорячённые вином лица, с нетерпением ожидая конца этого утомительного для него вечера. На следующий день он почувствовал в себе какие-то внутренние перемены. Игорь Иванович, конечно, не знал, что о нём с усердием молится в свои оставшиеся на земле три дня брат Саша, но у него вдруг появилось сильное желание читать Библию. В первый же после празднования дня рождения день, закончив работу, заведующий отделением закрылся в своём кабинете, отключив все телефоны. Затем он с нетерпением открыл Новый Завет и начал читать Евангелие от Иоанна, как посоветовал ему Саша. Он сразу же углубнился в чтение, удивляясь, что многое понимает. Бог говорил к сердцу Игоря Ивановича, и он уже с волнением прислушался к его голосу. На третий день после дня рождения заведующий отделением, как обычно, закрывшись в кабинете после работы, читал одиннадцатую главу от Иоанна. Раздался стук в дверь, но он даже не встал. Настойчивый стук повторился. «Кто там?» — недовольно откликнулся Игорь Иванович. «Простите, это дежурная врач химии». Немедленно встав, он поспешно открыл дверь и впустил врача. «Это была та женщина, которая дежурила три дня назад. У вас телефоны не отвечают. Я пришла, думаю, лишь бы не ушел. Тот больной, которым вы интересовались, два часа назад он умер», — осторожно сообщила дежурная и торопливо добавила. «Он совсем не мучился. Умер спокойно». «Он умер», — вдруг отозвался заведующий отделением. Дежурная врач с тревогой посмотрела на него, недоумевая. А Игорь Иванович перевернул назад страницу Нового Завета, прочитал вслух. «Иисус сказал, «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» «Не знаю», — растерянно проговорила дежурная врач, с опаской поглядывая на заведующего. «Не знаете, потому что Библию не читаете», — мягко укорил ее Игорь Иванович и продолжил. «А я верю, верю в то, что брат Саша не умер, потому что спасенные Христом имеют вечную жизнь. Саша был небесным гражданином, временно живущим на земле, а сейчас он вернулся домой в небо». Глядя на изумленное лицо дежурного врача, Игорь Иванович улыбнулся и добавил, «Привыкайте. Я теперь тоже буду странным человеком для мира. Хочу жить с Богом и стать гражданином небес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова